Добрый вечер, Христос воскресе Добрый вечер, Христос воскресе До следующего праздника это Вознесение Господне Потом Сошествие Святого Духа праздник будет следующий То есть мы вот до Вознесения мы празднуем Пасху И даже сейчас не читается молитва Царю Небесной Вот в течение всех этих 50 дней до Сошествия Духа Святого До празднования Святой Троицы Только тогда читается от Пасхи до Святой Троицы Царю Небесной не читается А что мы вместо нее читаем на благословение Христос воскресе Предлагаю начать нашу передачу как обычно со слов спасителя С того отрывка евангельского Который будет от наших главных книг жизни С того отрывка, который будет читаться на воскресном богослужении Будет читаться в храме церковнославянском Мы с вами читаем, чтобы было понятно на русском языке Итак, будет отрывок читаться Это Евангелие от Иоанна, глава 20 Стихи с 19 по 31 Итак, пожалуйста В тот же первый день недели вечером Когда двери дома, где собирались ученики его Были заперты из опасений от иудеев Пришел Иисус и стал посреди и говорит им «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои Ученики обрадовались, увидев Господа Иисус же сказал им вторично «Мир вам!» Как послал меня Отец, так и я посылаю вас Сказав это, дунул и говорит им «Приимите Духа Святого!» Кому простите грехи, тому простятся На ком оставите, на том останутся Иисус же один из двенадцати, называемый Близнец Не был тут с ними, когда приходил Иисус Другие ученики сказали ему «Мы видели Господа!» Но он сказал им «Если не увижу на руках его ран от гвоздей И не вложу перста моего в раны от гвоздей И не вложу руки мои в ребра его, не поверю» После восьми дней опять были в доме ученики его И Фома с ними Пришел Иисус, когда двери были заперты Встал посреди них и сказал «Мир вам!» Потом говорит Фоме «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои Подай руку твою и вложи в ребра мои И не будь не верующим, но верующим» Фома сказал ему в ответ «Господь мой и Бог мой» Иисус говорит ему «Ты поверил, потому что увидел меня Блаженный, не видевший и уверовавший» «Много сотворил Иисус пред учениками своими И других чудес, о которых не писано в книге сей Сие же написано, дабы вы уверовали Что Иисус есть Христос, Сын Божий И веруя, имели жизнь во имя Его» У меня есть масса вопросов Прежде мы с вами будем их разбирать детально Вот хотелось бы ваше толкование Что Святой Дух скажет для всех нас сейчас Протолкует нам Ну, прежде всего, это будет считаться воскресенье Оно еще и называется антипасха То есть Пасха супротив первой Пасхи То есть через неделю И этот же воскресный день Называется еще и служба Называется Фомина То есть в память как раз об апостоле Фоме И здесь мы, конечно же, наблюдаем Чисто человеческое такое качество Как говорят, доверяй, но проверяй И вот здесь Фома сказал Вот пока не проверю, не поверю Вот мне надо проверить, надо пощупать Надо ощутить, надо увидеть Вот тогда я и, собственно, и поверю И с этого, так сказать, даже пошла такая поговорка Что-то как Фома неверующая Все тебе надо доказать, все тебе надо пощупать Вот это об этом Фоме, апостоле Фоме Говорится в русской поговорке Фома неверующий То есть мы видим, что не только мы Оказываются такие вот сомневающиеся И желающие какой-то проверки Своей веры в Бога Но сам апостол Фома этим же, так сказать, не дуговал И совершенно ясно и четко это отражено в сегодняшнем Евангелии Поэтому не стесняйтесь Господь каждого ищущего приемлет И каждому ищущему, и спрашивающему Он подает, как и апостолу Фоме Он явился ему и подал ему то, что тот хотел Вот руки мои с ранами, вот ребра мои с ранами Пожалуйста, вложи, потрогай, пощупай И будь все-таки верующим Также каждому из нас, ищущему подтверждение нашей веры в Бога Господь, каждому из нас, если мы искренне ищем, конечно Также даст какие-то ощущения Или внутренние, или внешние, или событийные Или через книгу, или через человека, или через болезни Или через какие-то, наоборот, как нам покажется Счастливые обстоятельства нашей жизни, вдруг сложившиеся И приведшие нас к какому-то нежданному, хорошему событию Это все как раз тот самый путь Фомы неверующего Что надо пощупать, ощутить присутствие Божие в своей жизни И укрепить через эту свою веру Да, но был ли действительно Фома неверующий Или мы такой напрасли на 2000 лет, да, на апостола Потому что, почему вот его и не было Я думаю, что мы с вами дальше об этом поговорим Потому что мне вот хочется его почему-то защитить Да, потому что, ведь сколько случаев в Евангелии Что Господь неверующим Если люди не верили, любые знамени, все равно они не верили А если у человека есть вера, да, но какие-то другие события происходят Вот мы с вами дальше об этом поговорим Давайте с самого начала будем толковать В тот же первый день недели Первый день недели – это воскресение Ну, с момента воскрешения Христа Первый день недели стал, собственно, воскресением Раньше он так считался просто Первый день недели без наименования То есть суббота был последний день недели А первый день недели был тот день, который сейчас мы называем воскресением Не понедельник, а именно воскресение Первый день недели И это произошло только после воскрешения Господа нашего Иисуса Христа. И именно в связи с этим событием вот так сдвинулась вся Седмица, то есть переместилась на один день. То есть раньше было одно празднование субботы, покоя, когда отдыхали все люди. То есть один был день в неделю для отдыха, а с момента воскрешения Христа остались два дня свободных. То есть вот то, что мы сейчас субботу, воскресенье отдыхаем, это не из-за постановлений, так сказать, каких-то правительств или каких-то там цезарей Римской империи или наших государей, батюшек. Нет, это вот с того времени, когда Господь воскрес. Итак, собираются ученики в воскресенье, когда дома двери были заперты, собираются ученики его. Что происходит до этого события, почему они опасались иудеев? То есть Господь был распят, его до этого момента, и что за дом, где они собирались? Столько вопросов много. Давайте по порядку. Значит, с первого, с какого начнем? Что за дом, в котором они собирались? Это Сионская горница, так называемая. Почему Сионская? Потому что на горе Сион. Мы помним, что город Иерусалим размещается на нескольких горах, близлежащих, между ними Кедронское ущелье. Соответственно, храм Соломонов был на горе моря. Вознесение Господа на горе Елеонской, где и предательство произошло на горе Елеонской также. И первое причастие и горница, в которой они собирались после распятия Христова, апостола собирались, это Сионская горница, потому что на горе Сион находилась. Это там, где Тайный вечер была, да? Там же была и Тайный вечер, там же они собирались потом, и неоднократно там и служили потом и литургии первой. То есть это гора Сион, она даже в пророчествах присутствует ветхозаветных, что именно из нее прольется свет, и в ней будет первое такое вот богооткровенное общение человека с Богом. То есть они в память, наверное, о той Тайной вечере собрались в этой горнице? Ну, конечно же, им было очень грустно, печально, и, я думаю, до слез печально потерять свое учение. Ну, представьте, они ходили с ним много времени, они привыкли с ним общаться каждую минуту, не то что каждый день. Они и кушали, и отдыхали, и учились у него, и видели чудеса, и перемещались из города в город по всей Палестине, по всему Израилю. Соответственно, они привыкли просто, ну, по-человечески даже привыкли, что вот мы рядом с ними, Господь всегда рядом. Они всегда могут у нее спросить о чем-то. Они всегда опирались на тот покой, мир, благодать, и премудрость, и любовь из него проистекающую. Они вот привыкли жить в этой атмосфере, знаете, как говорят, как у нас, у Христа за пазухой. Вот они привыкли за несколько лет проповеди Христовой, они вот это все, соответственно, уже впитали и думали, что так будет продолжаться всю жизнь. И даже думали, что он станет еще и царем в Израиле, и они будут царствовать вместе с ним. А тут вот как-то раз, и все это, все их мечты рассыпаются, и то, к чему они привыкли, отнимается. И даже сам Господь им еще до своего распятия сказал, что вы скоро будете печальны, а мир возрадуется. Но не печальтесь, ибо я победил мир, и через какое-то время вы также возрадуетесь. То есть это естественное человеческое состояние души при потере своего близкого. А здесь это не только близкие, это еще и сам Господь, Бог, от которого они получали огромное количество вразумлений, исцелений, чудес происходящих. То есть они образовывались не в смысле учебы человеческой, а в смысле образования определенного внутреннего духовного. То есть они от Господа напитывались его премудростью, и, конечно, им всего этого не хватало, они как бы остались как брошенные совершенно стадо, без пастыря. Опять же, в Евангелии написано, отнимется пастырь и разыдутся овцы. Вот именно в этом состоянии они сходились вместе, чтобы хоть друг друга как-то поддержать, вспомнить, что именно здесь была тайная вечер, и что здесь Господь нам ноги омыл, говорил множество всяких мудрых и пророчеств о будущем, и то, чего их ждет, и каких-то других поучений, говорил Господь в этой Сионской горнице. Естественно, они там собирались часто для своего утешения, потому что печали, тоска их охватила страшно. А сколько дней прошло с воскресенья? Это неделя прошла или с пятницы, когда Господь распятался? Сколько дней прошло, когда они собрались? Когда они... Вот они собрались в этой Сионской горнице, то есть это неделя прошла после того, как Господь воскрес? Ну, по времени в Евангелии об этом не сказано точно, но говорится, что после распятия они все разбежались, и потом собрались на следующей неделе, собрались в этой горнице. И даже некоторые из них пошли в Маус просто из Иерусалима даже, уйти пытались, да, Лука и Клеопа. И их Господь остановил и обратно вернул в Иерусалим, то есть они опять пришли в эту... Или это все это было в один день происходило воскресенье? То есть Господь, он же в этот день и явился, получается, Жону Мироносицу, наверное, с утра, да? То есть Луке Клеопе, его Маус, он, да, наверное, а уже вечер... Он и Петру явился. То есть это все произошло в один день? Но я думаю, это все-таки событие нескольких дней. То есть он явился, Жону Мироносицу, безусловно, в день своего воскрешения. И также, ну и Пресвятой Богородице в этот же день явился, он просто об этом не сказано в Евангелии. Вот, ну и потом уже Петру и всем прочим тоже... А как он Богородице явился? Об этом только... Ну, в Священном Писании не написано, это только в преданиях передается, что он явился ей, утешил ее и пообещал, что он ее заберет из этого мира. Что она не увидит ни мытарств, ни бесов, ничего. То есть он ее также воскресит. Что мы потом и увидели после кончины Пресвятой Богородицы. Ее тело во гробе не обнаружено было на третий день. То есть ее Господь воскресил и забрал на небо уже так же телесно. Как и сам воскрес, так же Пресвятую Богородицу воскресил. Является вечером. Специально Господь пришел вечером, когда и двери были заперты? Ну, мне кажется, все-таки дневные какие-то дела были у апостолов. То есть им же надо было на что-то жить. Они же все-таки занимались какими-то делами. И в тот же там, не знаю, что-то купить из пищи, что-то сходить куда-то там по своим каким-то нуждам. А вечером они, естественно, собирались и там потом, может быть, и ночевали в этой Сенской горнице. То есть это, естественно, вечернее время самое подобающее для их посещения, потому что они все были вместе в это время уже. Ну, не было каких-то там дел. Они собирались вместе, и поэтому Господь вечером их и посетил. Но, как мы видим, вот кроме одного, да, кроме Фомы, все остальные были здесь. Двери были заперты. Господь специально такой момент, да, подобрал, чтобы вот когда двери были заперты, он пришел, показал свою силу? Ну, естественно, да. Мы видим, что гроб, в котором тело Господа было положено, он же тоже был заперт. То есть он просто завален огромным камнем, который передвинуть могли только несколько взрослых, сильных мужчин. И как Господь туда вошел, как камень был отброшен, то есть это мы видим такое удивительное чудо даже при воскрешении Господа с материи, с камнем произошедшей. Камень был отвален от гроба ангелом, и он сидел на этом камне. А воины, стригущие его, были в ужасе, попадали и лежали там в округе, а потом разбежались. То есть мы видим это первое такое чудо по воскрешению его. И здесь он, показывая свое уже не от этого мира естество, то есть он, с одной стороны, он, конечно же, имел и телесное, человеческое естество, он восприял на себя человеческий облик через рождение от Пресвятой Богородицы, но также он уже показывал явно свое божественное естество. То есть ему не было преград. Ну как можно, так сказать, сказать, что от Господа можно отгородиться чем? Да ничем. Ни стены его не удержат, ни решетки, ни двери, ни стихии, ни какие-то там водные преграды. От него никуда не спрячешься. Господь все проникающий по своему естеству и по тому, как сотворен этот мир. Господь везде присутствует единовременно. И здесь он показал апостолам свое божественное естество, что он вошел, не ощутив каких-то препятствий через закрытые двери, через стену или как-то по-другому, но мы видим, что он вошел, и все увидели, что действительно это Бог. И также... А почему они не испугались, что это там не призрак, например? Ну, у них был уже такой прецедент, когда они на лодке плыли через Глилейское озеро, и там Господь шел по воде, также показывая свое превосходство над стихиями мира, над водной стихией, он шел по ней как по суху, по воде. Причем это и буря была. И они там ужаснулись и воскликнули от страха, что им Господь сказал, не бойтесь. Это я. Это я, да, это не призрак. То есть они уже научились, я думаю, Господа видеть, что это не призрак. Но и у них уже какая-то была предварительная информация подготовленная. Плюс, конечно же, те самые жены-мироносицы подготовили их хоть чуть-чуть, они уже имели надежду, что как, ну, если он им явился, жены-мироносицы. Хотя они не поверили и даже на гроб не пошли, большая часть апостолов. Туда же побежал только Петр и Иоанн. А не верующий Фома у нас 2000 лет. Хотя там все сомневались. Ну, в общем, да, да. Здесь есть некоторые аналогии в поведении других. Но вот Петр и Иоанн все-таки послушались, побежали, и в удивление вернулись и сказали, да, действительно, гроб пуст. И те ткани, в которые были завернуты тело и голова, сударь, они так вот аккуратненько свиты, положено, то есть как будто кто-то их специально сложил. То есть вот такое было удивление. То есть эта информация и от Петра и Иоанны, и от жены-мироносицы, она, конечно же, уже подготовила апостолов к правильному восприятию этого события. И Господь не зря так все это устроил, и не зря жены-мироносицы сказали, идите, скажите Петру и ученикам, что вот варяю вы в Галилее. Что я к вам приду. Да, и вот почему, когда Господь, да, мы читаем у евангелистов, и у Матфея, Марка, Господь говорит, обещает прийти к ним в Галилее. А здесь мы видим, он в Иерусалиме приходит. Дело в том, что было две Галилеи. Была Галилея, которая, собственно, на Галилейском озере находится, а была Галилея, малая так называемая Галилея, которая находилась на Еленской горе для всех галилеян. То есть Иерусалим, это город царский был, и там могли находиться ночью и жить, там могли только те, которым было позволено. Ну, как вот в Кремле у нас, да, там же не все могут, то есть прийти и уйти. На ночь там оставаться запрещено, в Кремль наш, московский. Вот Иерусалим, это тоже старый город, у него были высокие стены, были такие же двери, соответственно, закрывающиеся на ночь. И мы помним даже эта ночная калитка, через которую пускали, там, ну, кого, так сказать, можно было пустить. И все непрописанные в Иерусалиме, их выгоняли на ночь. И они жили на горе Еленской, где была малая Галилея. Собственно, про нее Господь и сказал, вот в Галилее вас предваряю, то есть встреча вас в Галилее, собственно, оттуда он и вознесся на небо, да, с Маковки Еленской горы. И там они проживали. Здесь мы видим, именно об этом речь идет. Хотя потом в дальнейшем он и в Галилее, то есть самый на Галилейском озере, он их также посещал, когда они рыбу ловили, а он на берегу стоял. И это же было в Галилее. То есть здесь и так, и так мы видим, одинаково можно объяснить эти слова Господа, что он в обоих Галилеях им явился. Вот такой тоже есть момент, да. Господь говорит, как послал меня Отец, так и я посылаю вас, сказав это, думал и говорит им, примите Духа Святого. Здесь мы видим, Господь дает Духа Святого. И в то же время был еще второй раз всем известный, да, когда Господь Дух Святой сошел на послах в день Святой Пятидесятницы. Вот в чем разница в этом дуновении Господа и в день Святой Пятидесятницы? Ну, я думаю, что разница в том, что нужно было подготовить их к принятию Духа Святого. Он сказал, примите не сейчас примите, а примите в принципе. То есть он открыл им двери, дал возможность принять Духа Святого. То есть он укрепил их, получается. То есть это дуновение, да. И, конечно же, он укрепил своим Духом, как бы передав им свою благодать через дуновение. Кстати, во время крестин есть такой, так же там трижды дуешь на младенчика при крестинах, чтобы таким образом он укрепился, священник всякий это совершает. Но благодать Духа Святого не через дуновение священника дается, а через миропомазание, через отдельное таинство. То есть вот это как раз мы видим и здесь, такое же разделение. То есть сначала укрепил, а потом Дух Святой к ним пришел. Ну, а если брать аналогии, то мы видим, что в Библии, когда Господь сотворил Адама, он же не помазал, он же там сошествия Духа не был, он просто вдунул жизнь сотворенного Адама. Так же дуновением. Так же и здесь мы, если брать эту аналогию, то мы видим, что Господь дал возможность новой жизни, жизни духовной апостолам через это дуновение. Как Адаму дал жизнь материальную, как творение своему через дуновение дал жизнь в теле и в раю, так здесь он дал жизнь уже, телесная жизнь у них уже была, а вот духовной жизни еще не было, они еще ничего не понимали, они еще ничего, так сказать, не проповедовали, они боялись иудеев, почему они, собственно, и прятались в Сионской горнице, потому что они реально страха ради иудейска. Там прятались от иудеев, потому что боялись, что их распять могут, что и с ними могут все что угодно сделать, то есть у них не хватало храбрости. Но после того, как на них сошел Дух Святой, они пошли проповедовать с такой силой, что вся Римская империя была охвачена их проповедью, вплоть до Индии даже дошел, в том числе апостол Фома туда пошел. То есть можно так сказать, что вот это дуновение было для укрепления апостолов, для них самих, Дух Святого, а уже когда второй раз, уже их, как Господь, на проповедь для других укрепления, для свидетелей. Полнота благодати Духа Святого им была дарована, конечно, в сошествии Духа Святого на Троицу. То есть полнота – это огромное количество даров, то есть в том числе и там говорение на языках, это исцеление, это воскрешение, это чудотворение различное. Здесь им был, так сказать, залог был дан Духа Святого, можно так это сказать, а там вся полнота была им дарована через явное сошествие, причем оно было явно не только для апостолов, да, но и для всех окружающих людей, чтобы… И они видели и понимали, что это действительно такое событие, которого раньше не происходило никогда. Огненно, ну представьте, 12 апостолов, и на них огненные языки опускаются с шумом, с ветром с таким силой, и они после этого сразу же начинают говорить на всех языках известных и неизвестных. Обычные рыбаки, которые образование это не имели, вдруг начинают говорить такими наречиями, которые, ну там, в Африке или где-то в Персии были, там, в Европе, в Израиле этих даже языков никто особо не знал. И это один из даров Духа Святого. А также пророческий дар Иоанн Богослов, он же апокалипсис написал после того, как ему был дарован Дух Святой, так же и Пётр там воскрешал и исцелял после того, как Дух Святой на него сошёл. То есть это полнота Духа Святого дарована там. А залог вот здесь этим дуновением. Ну, а дуновением тоже вспомнилось. Я не помню, у пророка Ильи, наверное, да, когда Господь сказал, что Господь не в шуме, не в громе, да, а в дуновении тихого ветра. Ну да, там есть такой момент, когда Илья, пророк, скрывается на горе Синай, это рядом с Шармальшейхом, в трёх часах езды от него. Вот, он там в пещерке, эта пещерка сохранилась, где он там жил, маленькая пещерка. Вот ему Господь сказал, я тебе явлюсь. Он молился ему, Господу. Он туда убежал от Иезавели, царицы Иезавели, которая искала его убить за то, что он убил 400 лжепророков Иезавелевых, да, которые, язычников. Так вот, там Господь ему обещал явиться, и сначала там были громы, молнии, там буря и прочее всего. Но Господь, это было только предшествие. Сам Господь ему явился только в лёгком дуновении ветра. То есть он был мирен. То есть почему лёгкое дуновение? Потому что мирность в этом присутствует, никакой ни буря, ни гнева. В тишине, да? Начальник тишины Господь называется. Ну, тут вот множество всяких таких, можно быть, аналогий приведено, но вот это прямо в Библии чётко написано. И здесь также в дуновении Господь даровал им своё общение в Духе Святом. Сказав это, он показал им руки и ноги и рёбра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Почему Господь показал руки, ноги, рёбра, и почему они ещё были изранены? Ну, почему изранены были? Потому что он на кресте претерпел за грехи человечества все эти мучения и садания. То есть оно всегда осталось. То есть это его состояние, вот такое, с нанесёнными ранами, теперь в вечности Господь это несёт на себе, как память о том, что совершилось на горе Голгофе, вот это спасение человечества через его страдания. В память его любви. И, конечно, для человеков это чётко залог, что Господь ради каждого из грешников, меня, вас или ещё кого-то, Он претерпел эти мучения. Лично для каждого согрешающего, но верующего в Господа, чтобы омыть его от грехов. И это ли не упование? Если Он такие претерпел муки, то, конечно же, Он простит все грехи, которые мы Ему расскажем, покаемся в которых. А для, конечно же, показания своего отношения к человечеству всецело, это та любовь, которая, несмотря ни на какие страдания, Он их претерпел, эти страдания, ради любви ко всему роду человеческому. Это тоже надо понимать. Ну и, конечно же, это будет на страшном суде ужасающим таким видением всем грешникам. Укором, да? Да, все грешники, которые не веровали в Христа, а то некоторые гнали Его и оскорбляли, клеветали на Него. Вот эти раны, которые они также будут видеть на руках, ногах и на ребрах Господа, они им будут страшнейшим укором и осуждением, что я за вас претерпел, а вы сами не воспользовались моей любовью и моим даром пролития крови. Вы сами этим не воспользовались, отреклись от этого, хотя я сделал все необходимое для того, чтобы вас спасти. Поэтому теперь уж никого не вините в своей смерти вечной, кроме самих себя. Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Господь Иисус. Что значит это замечание, называемое Близнец? Ну, слово Фома – это в переводе Близнец, как Петр в переводе Камень, Кифа, Камень. Вот, поэтому здесь, почему его называли Близнецом, но по одной версии у него был действительно брат, Близнец, а по второй версии он был очень похож на Господа, его даже говорили, что он как Близнец. Внешне, да, похож? Да, внешне, да, его черты лица и тела, то есть были очень похожи на Господа. А так он был Иуда, который неискариотский, там мы вчитаем. Ну, как Симон был, стал Петром, да? А здесь Иуда переименовали в Фому, ну, вот Близнец и Близнец, ну, по-иудейски это Фома. Поэтому так его называли Фома – Близнец. Да, вот Фома неверующий, да, уже такой, стал прототипом нашего апостола Фома, да, таких сомнений, неверия. И уже 2000 лет мы все Фома неверующий смотрим таким, празиологизм, да. А действительно ли он был неверующим? Ну, нет, он бы, конечно же, не смог пожертвовать своей жизнью, а он умер мученически за проповедь евангельскую, причем в Индии, да, до Индии дошел. Если бы он был неверующим, у него бы этого ничего не было. Конечно же, он был верующим. Другое дело, что, ну, есть такие люди, пунктуалисты. А вот мне, вот, я верю, но вот должен проверить. Вот у меня все должно быть по полочкам разложено. Это так, это так. И здесь я должен сличить, да. Вот, знаете, вот договор договором, да, а мы вот должны, я его должен прочитать. Ну, вот есть такие пунктуалисты. Вот у Фомы было такое качество, что, ну, хорошо, да, он, конечно же, наверное, да, действительно воскрес, и пророки об этом говорят, и сам Господь об этом говорил, что он воскресен в третий день, да, и он это слышал. Но, одну минуточку, вот я должен все равно вот все, так сказать, поставить на полочке. То есть, если он воскрес, то, значит, должны быть раны от всего этого. Вот я думал, сейчас слечу все это. Ну, а с другой стороны, можно ведь это посмотреть с такой, с нашей точки зрения, с человеческой, да, психологической. То есть, ведь, судьба Евангелия, ведь он, на самом деле, и даже вот в Евангелии не описано, как его призвано, но так в житиях, что вот он сам услышал проповедь Господа и пошел за ним, да, и Господь его взял в свои ученики. И вот мы читаем, что когда Лазарь, да, умер, Господь пошел воскрешать, там же его должны были убить, вот, и тут он вас воскликнул, пойдем, и мы умрем с ним. То есть, здесь вот мы видим фразу, да. Иудею, Господь сказал, ну, идем к Лазарю, в Иудею, и все воскликнули, так тебя только что хотели камнями побить, там. Ну, Господь на что ничего не ответил, но, Фома, видя решимость Господа все-таки туда идти, он, ну, хорошо, говорит, тогда и мы давайте пойдем с ним и погибнем, и умрем вместе с ним. То есть, это тоже показывает его веру в Христа, что, ну, куда ты, туда и мы. Да, и вот потом, когда он воскликнул, да, когда уже после мы дойдем, да, что когда Господь ему показал, он сказал, Господь мой, Бог мой воскликнул, да, он, наверное, единственным в Евангелии вот так исповедовал Богом, да, единственным. И ведь, может, на самом деле, с человеческой точки зрения, когда он везде ходил за Господом, он настолько потом был раздавлен смертью, что он даже, наверное, и в числе учеников даже в горнице не смог быть, потому что вот это вот, он боялся, наверное, и когда ему сказали, что Господь воскресе, может, он уже боялся ошибиться, то есть настолько ему было больно. Ну, возможно, такая трепетная душа была, что ему уже, он бы не перенес бы какой-то там неточности и ошибки, что он хотел сохранить свою веру в Христа, что настолько хотел сохранить, что вот уже здесь, ну, никаких допущений он не хотел. Вот четко и ясно он должен был разобраться с этим вопросом. Ну, да, потому что если опять поверить и опять ошибиться, это будет... И опять будет какое-то, да, такое вот неудовлетворительное решение, да, этой ситуации, то, конечно же, он бы боялся разувериться совсем, и здесь, поэтому, говорит, нет, вот мне все-таки нужно. Вот поэтому мне кажется, что он настолько был горячей верой, что если бы он был бы неверующий, он вряд ли бы Господь бы к особо неверующим пришел, то есть Господь откликается на наши запроши нашего сердца, да, и когда он воскликнул «Господь мой, Бог мой», ведь, наверное, если бы он, как какие-то у него были все равно сомнения в вере, он бы как-то, наверное, по-другому все-таки себя поверил. Нет, конечно же, он возгорелся, воспыловала любовью к Богу, когда особенно увидела и раны, и все, то есть сомнений никаких не возникало у него, тем более, что, он же понимал, что когда он говорил апостолам, Фома говорил апостолам, что пока я не потрогаю, не увижу, он понял, что там Бога-то не было, Христа, Господа Иисуса Христа не было в этот момент, в этот момент этого разговора с апостолами, поэтому он, а здесь он пришел через восемь дней и напомнил ему слова, которые он не мог слышать, потому что его не было Господа на тот момент с апостолами, с Фомой, и, собственно, как же так, у него все это пролетело в голове, конечно, только Бог мог все это знать и сказать, и показать, и тем более все раны тут же, то есть у него, как говорится, в голове картинка полностью сложилась, и он понял, что перед ним Господь и Бог. – Кроме того, на него же была возложена такая особая миссия, да? Он был послан вообще в самую даль, в Индию, к диким народам. – Ну, не один он, Матфей, например, пошел в Африку к диким народам, Павел до Испании дошел к диким народам, а Андрей Первозванный до Валама дошел также к диким народам, то есть они все, в общем-то, потрудились на Ниве Божией достаточно и много трудов положили, и, повторюсь, все были убиты за проповедь, то есть они все мученически окончили свою жизнь. Это, конечно же, тоже характеризует их веру, в том числе апостола Фомы. Его, то, что в Индию, ну, они как после Вознесения, после сошедшего Духа Святого, они бросили жребия апостолы, и кому какая страна выпала, туда и пошел. Но апостолу Фомея выпала Индия, туда добраться-то было проблемой, не то что там проповедовать, он даже не знал такой страны. Повторюсь, он же был обычный рыбак с Галилейского озера, как и все они, то есть у него не было какого-то там образования, там даже среднего какого-то, не то что высшего. У него не было там географического какого-то понимания, где вообще эта страна хоть находит. Ну, Индия, а что это за Индия, что это такое? И как туда попасть? Поэтому он был в шоке и в таком вот находился, ну, в таком печальном состоянии души, как же совершить вот эту возложенную на него обязанность проповеди евангельские в Индии. И ходил, молился, и ему Господь явился, что сказал, что я тебе помогу сам. И удивительно, в этот момент у царя индийского, забыл имя, у него такой какой-то... Гундафор. Да, вот Гундафор, да. Соответственно, у него вдруг появилась идея, а не построить ли мне новый дворец? Причем такой, который ни у кого нету, соответственно, для этого нужен хороший архитектор. Ну, а где архитектор? Он вспомнил, что, а, в Израиле там какой-то дворец, ну, речь идет о храме Соломона, какой-то великолепнейший такой. Ну, там-то должны быть хорошие архитекторы. И он туда послал делегацию. Найдите мне там архитектора, который самый хороший, и привезите его сюда, я ему заплачу любую сумму, чтобы он мне построил дворец, которого нет ни у кого. И вот, как говорится, нос к носу, где-то в Иерусалиме на улице сталкиваются эти посланники царя индийского с апостолом Фомой. И его спрашивают, а не подскажете ли вы, добрый человек, где бы нам тут архитектора найти? Ну, он, как говорится, начинает спрашивать, а вы откуда, с Индии, а зачем? И он понимает, что это как раз то, о чем Господь сказал, я тебе помогу. И он представляется, да, вы прямо нашли архитектор, это я, архитектор, собственной персоной. Вот, да, они его берут и везут в Индию, представляют царю, царь ему дает полное распоряжение своей казной, а сам случается война по попущению Божьей, он удаляется на фронт, на войну уходит, а его оставляют здесь строить дворец. Большие деньги дают ему. Всю казну предоставил, то есть вот сколько надо, столько и бери. И, естественно, он не был архитектором Фома, он не знал, как чего там, фундамент, перекрытие, стены, что это такое, балки несущие. Это не его, так сказать, он рыбак. Но он знал, как угодить Господу, он знал, что блажены милостивые, проповеди о блаженствах, на горе блаженства, на Галилейском озере Господь это все говорил. И он стал милостыню раздавать этими деньгами. Да, из этой казны брал, брал, брал. И когда уже казначей сам послал к царю индийскому, значит, сказал, что-то странное происходит, деньги берет в огромных количествах, а ничего не строится нигде. Тогда царь бросает войну, приезжает, призывает его, говорит, так, ты мне дай-ка отчет, куда деньги-то делись. Мне вот казначей доложил, что... А дворца нет? А ничего же нет. Он говорит, ну, еще чуть-чуть, и он будет. Да, и еще какое-то время стратит деньги также на милостыню. Когда царь узнает, куда его деньги уходят, он раздает просто милостыню бедным. Он его сажает в тюрьму, говорит, ну, ты тут, в общем-то, и умрешь в этой тюрьме, пока не возвратишь мне всю сумму. А то потом, может быть, я вообще тебя казню. Но у царя был родной брат, которого он очень любил. И в этот момент, когда Фома попадает в тюрьму, брат заболевает и умирает на руках у царя. Царь очень это тяжело переносит, потому что любимый брат, они очень хорошо друг к другу относились. И плачет. И вдруг, через какой-то момент, брат воскресает. Вот удивительные, так сказать, пути Господни неисповедимы. Брат воскресает, и царь, увидя воскресшего брата, умершего и воскресшего, он к нему прибегает. Его зовут, что брат воскрес, он не верит, прибегает. И первые слова, которые брат говорит своему брату-царю, говорит, так, вот ты рад, что я воскрес, да, ты же меня любишь, пообещай мне отдать тот дворец, который я видел. Он говорит, какой дворец? Ну, у тебя же красивейший дворец, где я вот только что находился сейчас. Он говорит, да ты был вообще умерший. Ну, я не знаю, чего и как, но я, говорит, сейчас ходил по удивительным местам и много там красивейших домов, но один дворец меня поразил, такого там просто не было, других таких красивейших дворцов. Я когда спросил, а чье это здание, мне сказали, это вот царя Гундафора. То есть твой дворец, огромнейший, красивейший, обещай мне, что ты мне его подаришь. Он говорит, ну, я, говорит, не могу тебе подарить тот дворец, который где-то на небесах находится, я им не распоряжаюсь. Но у меня есть архитектор, который тебе построит такой же дворец. Он из тюрьмы выпускает апостола Фома, и апостол Фома также раздает милостынь уже теперь для брата царя Гундафора. Они крестятся, и таким образом начинается проповедь христианства во всей Индии. И с того момента и православная церковь и там начинает произрастать. Ну, конечно же, были противники этого и язычники, которые там, в Индии, апостолу Фомой закололи пять копий. Пять копий в него воткнули. И он перед этим сделал такой каменный крест. И вот на этом каменном кресте, собственно, он был пригвожден этими копьями. То есть он и умер на этом кресте. – Да, есть еще один эпизод, связанный с апостолом Фомой. При погребении Богородицы все чудесным образом собрались, да, апостолы, когда было погребение. И одного апостола Фомы не было, который тоже был. – Опять он опоздал, да. То есть вот у него постоянные какие-то происходят такие… – Ну, по Божьему промыслу, конечно. – Конечно, по Божьему промыслу. Ну, вот непунктуальность, по крайней мере, мы видим и в первом случае, и во втором случае. – Да, и это не с осуждением ни в коем случае. Это, конечно же, так Господь, зная, что вот это послужит пользе церкви, он так попустил быть. Потому что апостолы чудесным образом были собраны на облаках. Они же проповедовали все, кто в Европе, кто в Африке, кто где-то в Азии. Их собрали ангелы, и на облаках, можно сказать, ангельскими руками были перенесены они на погребение Богородицы. А апостолу Фому это, так сказать, миновало. И когда он пришел уже через три дня после погребения, он возрыдал, что не успел попрощаться, не участвовал в погребении Пресвятой Богородицы, при ее успении не присутствовал. И попросил открыть гроб, это и сейчас пещера, где Пресвятая Богородица была похоронена. Сейчас она есть, там служат службу греки. Соответственно, и ее гроб там находится так же пустой, каким его и увидел апостол Фома, спустившись туда. Там и родители Пресвятой Богородицы, и Акимя Иоанна там же захоронены, и Иосиф Обручник там же захоронен. То есть это родовая такая пещера, погребальная, рода всего Пресвятой Богородицы. Это прямо вот у стены Иерусалима находится место. Соответственно, ему открыли гроб, он спустился, а тела Пресвятой Богородицы уже не было. Он еще больше расстроился, потому что сразу не поняли все, ну а как, что это? Что воскресение произошло, и телесное воскрешение произошло Пресвятой Богородице, и она на небеса поднялась телесным образом. И для того, чтобы умирить всех и дать ответ, что же такое, Матерь Божия с неба бросает свой пояс апостолу Фоме. И даже есть камень, на который этот пояс упал. Также на Еленской горе находится этот камень, куда этот пояс упал, где его подобрал апостол Фома. А сейчас этот пояс хранится на Ватапеде, на Афонской горе. И его не очень давно привозили к нам для поклонения. Мы все помним те очереди, которые мы отстаивали, чтобы приложиться к этой величайшей святыне, поясу Пресвятой Богородицы, который был дан апостолу Фоме. – После того, как Фома воскликнул во свет «Господь мой, Бог мой», Господь сказал ему, да, «Ты поверил, потому что увидел меня, блажены не видевшие и уверовавшие». Какую для нас особую, сугубую пользу имеют эти слова? – Ну, мы блаженнее, получается, апостолов. Почему? В какой-то степени мы блаженнее, то есть счастливее их, потому что мы не видим тех чудес, которые Господь производил, мы не видим тех воскрешений Лазаря, или Наинской вдовы сына, или других, кого Господь воскресил, мы не видим распятия Христова, мы не видим ран на руках и ногах, как апостол Фома и прочие апостолы, да? Но мы верим. Так же, как апостолы веруем, что Господь Иисус Христос – тот спаситель мира, которым и мы спасаемся. И в этом плане мы блаженнее, то есть счастливее апостолов, потому что сам Господь был такой случай, когда в Капернауме к ним пришел, так сказать, от сотника слуги, сказали, вот Господи, приди к нам, у нас умирает мальчик, сын, и Господь пошел, а отец, сотник, то есть отец этого мальчика, сотник – это офицер высшего ранга, офицер римской армии, он сказал, Господи, я не достоин к Тебе прийти, и я не достоин, чтобы Ты вошел в мой дом, но Ты просто повели, что вот он исцелится. И он исцелился. И Господь его похвалил, что такой веры я во всем Израиле не видел. То есть он саму веру, представляете, сотник его не видел никогда, но уверовал так, что Господь его похвалил. Вот в этом плане он и здесь, и нас также хвалит Господь за то, что мы веруем не по чудесам, не по каким-то удивительным событиям, а просто потому, что мы это сердцем ощущаем и умом понимаем, что это и есть Господь Иисус Христос, Мессия, Спаситель мира. Последняя фраза, отрывка нашего, да? Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. Почему во имя Его? Потому что только этим именем мы можем спастись, и об этом говорили и пророки ветхозаветные, об этом говорят и все наши святые отцы. И сам Господь говорит, что тот, кто не вкушает тело и крови моей, жизни не имеет. То есть он, можно сказать, ходячий труп, тот, кто не причащается. И тот, кто не родится от воды и Духа Святого, жизни не имеет. Это тоже слова Господа. И то, и другое событие, и то, и другое таинство, и крещение, и причащение, это только христианская церковь. Это только во имя Иисуса Христа, происходящее в церкви христианской, то есть в церкви Господа Иисуса Христа. То есть Его именем все это покрывается, выстроено, и в Его имя мы крестимся, в Его имя веруя мы исповедуемся, в Его имя мы причащаемся, и Его именем мы спасаемся. Другого имени нет. И сам Господь говорит, что все, кто пришел до меня, были лжецы и волки, хищницы. Но не послушались их овцы, а меня послушают, и я их введу уже во спасение. То есть мы это даже в Евангелии видим, сам Господь об этом говорит. Значит, именем Господа Иисуса Христа единственное, чем мы можем спастись. Ни какими-то своими добрыми делами, ни какими-то там благотворениями. Сам Серафим Саровский говорил, что все добрые дела нам зачтутся только те, которые делаются во имя Господа Иисуса Христа. Другие никак. Да, наше время завершается, осталась одна минута. Пожалуйста, вам заключительное слово к сегодняшней нашей передаче. Поздравляю вас еще раз с праздником Пасхи. Желаю вам дальнейшего укрепления в вере и собирания той благодати, которая нам дана Господом Иисусом Христом. И, конечно же, всех приглашаю в эти святые дни прийти к нам в монастырь, на службу. Позвоните в колокола, причаститься. Христос воскресе! Воистину воскресе! На сегодня все. До свидания! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok